Сергей, итак, новостей пока мало, но что мы уже можем предположить? Ну, видео уже много, огромное количество, потому что вот то, что я уже успел увидеть, это просто жуткая совершенно вещь. Заранее предупреждаю людей, что эти видео – это очень не для стрелослабонервных, это ужасное совершенно видео, где в прямом эфире расстреливают людей из автоматического боевого оружия армейского, то есть группа боевиков, которые говорили сначала там человека три, на самом деле больше, потому что я явно видел там, ну, человек пять точно совершенно, может быть, даже и больше, вот, которые ворвались в этот центр и начали отстрелы людей прямо вот с входа, с рамочных проходов, вот, люди сверху снимали это и выложили в прямом эфире, вот, дальше они прошли в зал, и там началась стрельба тоже с криками, естественно, вот, ну, так вот по… Беглые оценки, ну, там сотни, сотни-две, наверное, народу было в этом зале, вот, сколько будет жертв, очень сложно предположить, но судя по подготовке этих людей, то есть террористы очень хорошо подготовлены, видно крепкие мужики с бронежилетами армейскими, с автоматами Калашникова и с полными рожками и у них за плечами сумки, то есть явно боекомплект у них очень серьезный, вот, плюс к тому же сразу рассказали о нескольких взрывах и пошла информация внешняя о том, что повалил очень густой черный дым из этого центра, и потом были кадры, я видел горение такого, причем активного горения, такого большого, вот, естественно, тушить этот пожар очень было сложно, потому что происходит стрельба, туда подтягиваются всякие там группы, СОБРы, ОМОНы, Гвардии, вот, туда направлено было 50 карет скорой помощи, вот, но когда это все доедет и как это доедет и как это сможет помочь людям, очень сложно предположить, говорят о том, что даже начали тушить этот пожар сверху с вертолетов, вот, но это и довольно сложно делать, потому что сообщения о хлопках продолжаются, да, и о том, что какие-то взрывы там еще продолжаются, вот, были сообщения о том, что начинает уже обрушаться крыша при этом пожаре, вот, ужасные, конечно, вещи, пока что самое главное, непонятно самое главное, вот, то есть того, что я видел, это какая будет окраска этого теракта, то есть это исламская окраска, или это будут вешать на Украину, или это будут вешать даже, там, я не знаю, там, на Макрона, на НАТО, там, и так далее. Мы понимаем, что российские власти могут повесить на кого угодно, мы с вами обсуждали в наших эфирах несколько дней тому назад о том, что было предупреждение нескольких стран Соединенных Штатов Америки и Великобритании, к ним потом присоединилось там десяток стран о том, что не надо ездить в Россию, потому что готовятся серьезные теракты, не надо ходить на крупные мероприятия зрелищные, и вот мы понимаем, что тогда это не состоялось, это было объявлено на какое-то там воскресенье, накануне выборов, то есть 17 минус 7, что там на 10 марта, тогда это, слава богу, не состоялось, вернее, скажем так, это было объявление было 8, по-моему, марта, или 7 марта, на 8 и 9, вот, но тогда это, потому что там прям вот называлось срок 48 часов, в течение ближайших 8 часов обещали такие теракты, тогда они не прошли, и вот мы понимаем, что вот, наверное, вот эти теракты, которые тогда были запланированы, из-за того, что они были объявлены, возможно, эти люди решили их перенести на 2 недели, или на 3 недели, и сейчас они состоялись вот 22 марта, когда мы ведем с вами прямой репортаж на вашем канале. Очень опасная обстановка сейчас, потому что одновременно идет эскалация вербальная Российской Федерации, сегодня выступал Песков, сегодня выступал Небензя, значит, с заявлениями эскалирующими, и нам теперь, конечно, будет очень интересно и очень важно увидеть, какая будет прямая реакция Кремля, что скажет ФСБ, что скажет Путин, что скажет Песков, что скажут официальные власти российские, вот на кого они повесят ответственность, вот, но на ум, конечно, приходит сразу история 2002 года с театром на Дубровке, когда... Вы знаете, не только вам, Сергей, перебью, нашим зрителям тоже, вот что пишет наша зрительница Наталья Межорина, эти спектакли мы уже видели, хорошо подготовились артисты, не уступают Дубровке. Да, на Дубровке тогда торчали уши прям откровенно ФСБшные, потому что тогда якобы группа террористок, значит, аж из Чечни на грузовике приехала в центр Москвы, понятно, что тогда была антитеррористическая операция постоянная, везде стояли КПП, то есть мы понимаем, что Российской Федерации каждые там 25-30 километров, это пост с ГАИ, и чтобы 2000 километров проехали и у вас ни разу не досмотрели ваш грузовик, это было понятно, что у них была либо ксива от ФСБ, либо просто они были подкупили всех на маршруте, и вот ФСБ просто ввел этот грузовик. И самое главное другое, что когда они захватили 915, по-моему, заложников, значит, ФСБ, когда проводил штурм, применил нервно-паралитический газ секретный, в результате которого, значит, ну там очень много людей пострадало, и 130 заложников погибло просто потому, что ФСБ отказался рассказывать, рассказывать, какой именно газ был применен для того, чтобы службы спасения и службы спасения не смогли вовремя найти антидот, противоядие против этого газа, вот, и плюс ФСБ ликвидировал всех этих, так сказать, как бы террористок, всю эту группу, чтобы не осталось никаких свидетелей, чтобы не было никакого судебного процесса, чтобы не было следствия, чтобы не было свидетельских показаний и так далее. Вот здесь очень похоже, значит, модус операнди, так сказать, очень похож на это событие октября 2002 года. Вот я боюсь, что, конечно, будет большое количество жертв. Еще раз говорю, что кадры, которые сейчас постят в телеграм-каналах, не для слабонервных, я не советую людям смотреть эти кадры, потому что они ужасны совершенно, потому что мы понимаем, что у всех есть смартфоны, то есть все это в прямом эфире лежало, висело с разных ракурсов, справа, слева, сверху, снизу, как людей прямо отстреливают, как кроликов, извините меня за выражение, эти боевики. Вот, команда подготовлена, явно совершенно террористическая команда подготовлена. На кого Путин повесит это, это вот вопрос самый главный. То есть мы теперь ждем просто сообщения официального кремлевских, значит, из Кремля, из Москвы и из ФСБ, кого они покажут нам или изберут виновниками этой акции. Вот, ну вот сейчас уже было сообщение о том, что Кадыров уже там высказался в телеграм-канале, сказал, что, значит, это вот там трусы какие-то, которые расстреливают безоружных людей. Вот, ну это Кадырову рассказывать, который был боевиком, который точно такие же вещи устраивал у себя в Чечне. Вот, его сын избивал безоружного человека в СИЗО, и поэтому отчет трусов это не Кадырову рассказывать, кто там трусы, а кто не трусы. Вот, ну, естественно, мы боимся, самое главное, что, конечно, Путин, который нарисовал себе 87% на прошедших, в прошлое воскресенье, так называемых выборов, сейчас будет чувствовать себя слишком уверенно, и это даст ему возможность, кстати, закручивать гайки дальше в обществе, потому что они испугались боевики, в смысле ФСБ, потому что за эти три месяца было несколько публичных акций. Напомню вам, акции подписи, сдача подписи за Надеждина, 211 тысяч выстраивались в очереди, показали, как много людей против Путина. Несколько десятков тысяч, потенциально даже больше сотни тысяч людей пришли отдать последние почести на похоронах Навального 1 марта, и затем в полдень 17-го числа выстроились огромные очереди, ну, во-первых, за границей, ну, и в Москве, в Питере, в больших городах, в крупных городах, вот, и Путину теперь нужно закручивать гайки. Мы это видели, кстати, тоже уже не первый раз, потому что это происходило у Путина в 2012 году, после того, как, значит, в декабре 2011 года были проспект Сахарова и Болотная, и Путин накануне своей инаугурации в мае месяце устроил провокацию на Болотной площади, вот, ну, там, правда, жертв, по-моему, таких вот убитых не было, но были сразу посадки, огромные сроки, сразу там давали там по 5-6 лет людям, которые просто пришли на манифестацию, и дальше вернулся этот самый Путин в 2012 году, как бы новый такой, с новыми, с новыми, с новым потенциалом своим, и начал закручивать гайки. То есть здесь вот мы ждем, конечно, что Путин использует это дело для того, чтобы закрутить гайки. Мы ждали этого теракта по сообщению, как я вам сказал, 8-9 марта, и тогда, когда мы с вами обсуждали этот потенциальный, потенциальные теракты, я вам говорил, что, возможно, это Путин использует для того, чтобы сорвать полдень против Путина 17 марта, потому что тогда можно было сказать, вот видите, обстановка опасная, и поэтому давайте не собираться, больше двух не собираться, мог даже вообще закрыть участки, потому что ему там уже нарисовали достаточно много в 15 и 16 марта. Вот, ну, тогда, видите, прошло все спокойно, может быть, даже потому, что вот люди, которые собирались устраивать этот теракт, услышали и им как бы сорвали этот теракт, и вот сейчас, 22 марта, произошла такая история в Подмосковье, в Красногорске, в большом концертном зале, где группа как минимум из 4-5 очень хорошо подготовленных и очень хорошо тяжело вооруженных военных в камуфляже и в бронежилетах устроила массовую расправу над мирными людьми, которые собрались на концерт. Нас сейчас смотрят уже более 7 тысяч зрителей, давайте их попросим, во-первых, не отключаться, а во-вторых, поставьте, пожалуйста, лайк по алгоритмам Ютьюба, это видео тогда сможет увидеть как можно большее количество людей. Комментируйте, пожалуйста, я так краем глаза посматриваю, что вы пишете. Общее настроение, конечно, обвиняют Путина, вот считают наши зрители виновным Путина в этом теракте, хотя проскальзывают, конечно, и версии о том, что это могли сделать украинские террористы. Я вас уверяю, нам есть чем заняться в Украине, есть по чему бить еще на территории Российской Федерации. У нас еще не все НПЗ нашим вниманием охвачены, нефтеперерабатывающие заводы. Сергей, по последним данным, уже минимум 50 человек погибло, и около 150 были травмированы в результате того, что произошло в Крокус-Холле. К сожалению, наверное, скорее всего, это количество будет увеличиваться. Как Путин, монетизирует, наверное, не то слово, использует этот теракт, как по отношению к Украине, так и внутри. Скорее всего, будет мобилизация. Кстати, с сегодняшнего дня в Москве стали массово рассылать электронные повестки. Возможно, это тоже связано. Песков заговорил о войне. Использует этот теракт для объявления военного положения в Российской Федерации? Я ожидаю, что, конечно, они будут использовать, потому что Песков заговорил о войне. Значит, Нибензи сказал, что вроде там разоружили всю Украину, и если бы не было западного оружия, то Украина была бы разоружена. То есть, конечно, Кремль будет использовать это для эскалации конфликта в Украине и закручивания гаек внутри Российской Федерации. Не будем заранее додумывать за них, что они будут делать. Давайте мы дождемся официальных заявлений ФСБ и Путина, и Кремля, потому что не надо им подсказывать, что надо делать. Вот они без наших подсказок все это придумают. И поэтому давайте мы лучше дождемся, как они сами квалифицируют этот теракт, и вот потом уже будем с вами анализировать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...